На Белынинском хлебозаводе вынешли форму экономичного корыстания энергоресурсами и повеличения объема вытворчасти. По-перше, на предприемстве, что працуя мальбя спынно, зменили систему теплозабеспечения, а по-другое, пошли продавать хлеб и кондитерские вырубы у одной из буйных андлявых сеток за межами района. Протяг у наших корреспондентов. Белынинский хлеб давно трапил у спис брендов в области. За плечами пекаров, перемоги у конкурсах и медалей на республиканских выставах. А по-за кадрам, штуденная пленная праца на некольки измен, чтобы с ранку в доме был свежий хлеб и булки. У вас, у профессионалов, по времени сколько уходит на одну такую? На одну? Ну, пару минут. Одна не делается, но пару минут на одну штуку. Хлеб Белынинский, чеканный гость и на Малой Радзиме, и в Круглом, и в Шклове, и в Могилеве. Больше за сотню готунков в меню. Далеко не все, что могут створить тутшие мастеры. Например, у фирмовый магазин что дня поставляют розный продукт, как покупникам было больше текава. Хлеб едят у нас даже летом еще чуть-чуть и больше, потому что сельское население, приезжают дети, дачники. И хлебом мы, если мы зимой производим где-то около 150 тонн, то летом уже 160-165 тонн. Пекарня вытворшись энергозатратная, тому с повеличением объемов выпуску продукции, тут задумались над поменьшением объемов ресурсов. У вынику заменили старую котельню энергетичное сердцезавода на сучасную энергоэффективную. И уже зимой чекают с первых выников такого первообсталявания. Установили один энергоемкий котел до 90 кВт, что существенно сократили потребление газа, электроэнергии сократили. Мы планируем выйти на конец года по экономии, где-то ожидаем 30-35%. Снежана Крижевич, Седа Каспарова, Александр Тарасов. Новины. Регион.